Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про М48 Паттон. Многие зрители моего канала наверняка слышали то, что я прокачивал данную ветку и уже ее выкачал и, соответственно, накатал энное количество боев. Вообще, в чем смысл данного видео? В том, что когда я делал либо прямо, либо косвенно как-то касался Паттона, то мое мнение было не столь объективно, какое оно сейчас. Потому что я полагался на свой, так сказать, старый опыт, на просмотр каких-либо других видео, реплеев и тому подобное. То есть за всю историю я на Паттоне, может быть, до этого момента, до того, как я прокачал себя на аккаунте, откатал на нем боев 30-40. Все. И это было в разные периоды, и вы сами понимаете, что 3 боя в 1 день, 3 боя в какой-нибудь 158 день. Поэтому объективного мнения не было. Даже перед видосом я отыгрывал максимум боев 5. И так, просто, ну, как бы, поиграл и хватит. Ну и что вообще я хочу сказать. Прокачал я данную ветку, получил от каких-то танков неплохое удовольствие, конечно, от каких-то не очень. Но когда я выкачал Паттона, для меня изначально показалось то, что данный танк слаб. Мои ожидания от этого танка были гораздо больше, чем я получил на практике. У меня вообще не получалось. Чтобы вы понимали, за 17 боев, за 17 боев, средуха на 10 танке у меня была 1900. На таком танке, как Паттон. И для меня было непонятно. Вроде бы я игрок тоже не самый последний, не самый слабый. Вроде бы и ВН-8, там, 2000. Ну, как бы, и не супер какой-то статист, и не дно. То есть, такой средний игрок. Но и не получалось. Я не понимал, в чем дело. Спустя какое-то количество боев, их прошло где-то боев 20-25. Я понял, в чем его фишка. И теперь я могу создать более объективное видео по данному танку. Поэтому, собственно говоря, вот вам и видео. Я накатал сегодня статистику. Как бы, можете на КТТС зайти, посмотреть. То, что я не лгу и тому подобное. И что у меня получилось. Вот вам скрин такой, наверное, не видно. Я увеличу. Получилось то, что средний дамаг по данному танку за 10 боев у меня был 3228. И ВН-8 3412. То есть, для меня, игрока среднего, держать, во-первых, дамаг на данном танке, ну, или вообще на десятке за 3000, это уже хороший результат. Я не скрываю, я не супер какой-то статист, который там 4500-4800 держит. И я уже знаю то, что мне ребята напишут, да у меня больше ВН-8 там, или у меня больше урон по данному танку. Ну и что? А я больше тебя жму там штангу, допустим. Я быстрее тебя бегаю. Ну и что дальше? У меня рост выше твоего. Ну, как бы, это вообще непонятно, чем мериться. Просто вам статистику того, что я обычный игрок. И могу набивать 3000. Там, у меня, кстати, по сессиям, вот, я разбил, кстати, на данном танке после 20 боев. У меня 50 или 55 боев. Разбил данные бои на 3 сессии. По 10-12 боев. В среднем, в среднем у меня урон был 3500. Одна сессия 3600, 3500 и вот 3300 там, или 3200. Получилось вот так. Я считаю, это неплохо, держать на десятке ВН-8 фиолетовый. Это хорошо. Если посмотреть мои бои, вот я за 10 боев, которые играл сегодня, это самый лучший бой, который у меня получился. Как бы, ничего тут такого сверхъестественного нету. Вроде бы 6200, два фражика. Карта не самая простая. И, ну, как бы, бой и бой. То есть, да, в топе, с восьмерками, но все равно показал, мне кажется, неплохую игру. И, когда играешь на этом танке, зачастую не понимаешь, откуда появляются цифры подсвета. Постоянно 1-2000 ты подсвечиваешь, хотя даже сам этого не осознавай. Даже не специально, не нарочно. Все это происходит само собой. А все потому, что у Паттона потрясающий базовый обзор в 420 метров, который раскачивается просто вот до удури. Он становится 520, 530 метров. Это очень много. Это очень много. Лично я катаю на данном танке вот с таким набором. Многие могут, конечно, не согласиться. И он не совсем базовый, стандартный. Но я катаю именно с досылателем, именно с просветленкой. И многие могут подумать, он возит с собой либо просветленку, либо еще... Ой, либо стабилизатор, или еще чего-нибудь. Там, допустим, стереотрубу. Нет, я еще с собой вожу, как вы думаете, что? Конечно же, улучшенную вентиляцию. Это лично моя такая комплектация. Возможно, я где-то ошибаюсь, но мне так комфортно играть. ДПМ 6,6 перезарядка. Ну, точнее, ДПМ там 3500 у меня, по-моему, выходит. И перезарядка 6,6. Это потрясающие цифры. Вообще, с боновым оборудованием, я так просто зашел посмотреть, там КД почти 5,9 можно сделать. Это просто жесть. 6,6 КД. Перезарядка хорошая. ДПМ потрясающий. Точность 1,6. У меня, по-моему, 1,6, да, раскачанная. Нет, ой, прошу прощения, это сводка 1,6. А разброс на 100 метров, ну, точность сама 0,32. То есть хорошие цифры. Базовая, пускай не самая лучшая 0,36. Но это раскачивается. И паттон метки там сводится быстро. И хорошая стабилизация. Пускай она не такая идеальная, как у советов, но все равно. Но, также, урон 390, это хороший разовый урон при таком ДПМе. У Е50 такой же есть, но там, извините, перезарядка гораздо дольше. И бронь пробития, что здесь мне нравится, 268 основным снарядом. Основной у нас под калибр, который летает очень быстро. Ну, и кумуль, который пробивает 330. Конечно, если бы ББшка у нас летала так же, как под калибр наш, было бы вообще замечательно. Ну, и так сойдет. Плюс еще и пушка вниз опускается. То есть, при всем при этом, когда я играл на паттоне, я ощутил только 2 минуса. Нет, точнее 3. Да, вот 3 минуса, это самое объективное. Первое, это то, что сзади я раньше не придавал особое значение этому параметру. Но это, по факту, очень роляет. Когда вы едете паттоном вперед, а пушка у вас поворачивается назад, и вы хотите отстрелять по... ну, уезжая отстрелять по кому-то, то этого не получается, потому что у него тупо пушка вниз не гнется сзади. Это вот такой минус, который на первое, ну, так услышать просто, не играя на этом танке, кажется, ну и что, я как бы спереди всегда воюю. По факту нет, уезжая от кого-то, дать плюху не так просто. Я из-за этого проиграл Фачу, бой тоже был рекордный. Я проиграл Фачу в городе, просто я не смог по нему попасть. А нужно было убегать, потому что у меня там ХП на выстрел ему оставалось. То есть, ну, непросто все было, непросто, и вот это вот сыграло свою роль. Второе, это ваши руки. Реально, Паттон это универсальный танк, который может и обороняться, и атаковать, и снайперить, и подсвечивать. То есть, все он может, и танкануть, и объехать. То есть, ну, как бы вот альтернативного танка, который реально может все, нету. Да, можно сказать то, что 430У, можно сказать то, что там, не знаю, про джетта, или объект 907, Ну, как бы классифицировать данный танк не совсем правильно, потому что один танк там, ну, у него система дозаряжания, другой там ЗГК и тому подобное. Именно Паттон вот идеален в том, что у него потрясающее орудие, хорошее, как для СТ, броня. Мобильность нормальная, нормальная мобильность, которых хватает. Хороший обзор, потрясающий обзор. И во всем в этом он может и подсветить себе, и подсветить союзнику, и подпмить, и, не знаю, и танкануть, и что угодно. То есть, в этом он хорош. В связи с тем, что сейчас хотят вести хороший там разовый урон за основные снаряды, то есть, у тех снарядов, у которых ниже бронепробития, чем у голдовых, Паттон на этом фоне даже может еще лучше заиграть, потому что он будет еще жестче своей броней в башню танковать. Да, его пробивают в лоб башни, ну, практически только голдой, либо в башенку. Все остальные случаи, когда по вам стреляет, я и ягу танковал, и гриля, он отбивает, но когда по вам стреляет голдой, либо в башенку, конечно, пробивается. Но на этом фоне сократится число игроков, которые будут стрелять по Паттону голдой, и он будет еще жестче. Плюс, если возрастет разовый урон на основных снарядах, а на Паттоне на основных снарядах играть очень комфортно, 268, этого вполне хватает, чтобы пробивать даже тяжей. Тот же Е100 в НЛД спокойно бьется, ИС-7 в НЛД бьется. То есть, в уязвимые места можно пробивать. Конечно, когда попадается какой-нибудь Type 5 Heavy, там уже придется попотеть на основных, но на это есть и голда. Ну, если посмотреть статистику, обычно я ее как-то в начале показываю, а тут уже в конце видео. Но получается то, что у нас Паттон по урону на третьем месте. Я не взял во внимание Объект 907, Т95Е6 и тому подобное, как бы эти танки, они только у статистов. Я взял только те танки, которые в общем доступе, на котором можно, на котором может точнее поиграть каждый. И как все расхваливают имбу Объекта 430У, показатели у него-то не намного лучше. Процент побед 54 и 53, а там 54 и 5. 0,003 это вообще ничего. Это 0,03 получается, да, это вообще ни о чем. То есть, это очень мало. И по разовому урону, ну, точнее, по урону за бой в среднем, разница на 9 очков. Это вообще не существенно. Да, про джета, конечно, там процент побед повыше, не такой прям уж он жесткий, но на 0,03 он побольше. Ну и разовый урон практически на 200 единиц, побольше. Но все-таки, то есть, Паттон в некоторых руках, в некоторых руках, он находится на втором месте. И если честно, у меня есть и 430У и Паттон. Играть что на одном танке приятно, что на другом. Но, честно, вот на Паттоне, когда ты играешь, больше что ли драйва какого-то. На 430У, знаете, вы там можете стяжами поехать, можете туда, не знаю, что-то придумать, танкануть. На Паттоне именно вот такой творческий геймплей. Ты не можешь жестко прям высунуться, потому что, ну, напихают. Ты не можешь так уверенно поехать стяжами, что я делал на протяжении каких-то боев, потому что у меня вот еще топ от сознания 430-го, какой-то врыв на Еписи был. Я не мог понять, почему Паттон не может этого делать. Я слепо играл от УВНов, хотя мне эту броню в башню пробивали. Только спустя время я начал понимать то, что на Паттоне не нужно прям жестко лезть вперед. Нужно играть вот от ситуации на бой. Конечно, это слово, это то, что я описал применительно ко всем танкам. Но именно на Паттоне нужно очень жестко рассчитывать, не знаю, каждый ход каждого танка. Применять это и используя ваши сильные стороны, ДПМ, УВНы, обзор, броню в башне и тому подобное, вот от этого играть. Он идеально подходит на таких картах, как, не знаю, вот Вестфилд. Хорошая карта, когда нету арты, Паттон там себя показывает идеально. За счет обзора, за счет УВНов и ДПМ. Также и на маленьких картах, всяких, не знаю, Энсках. Некоторые могут показаться, как его там реализовать. Да вы просто встаньте на ЖД и вы будете подсвечивать всех. На зеленке также всех пересветите. То есть Паттон находит себе место на городских картах, на, не знаю, на открытых картах. Вот большинство СТ, которые, да, хороши, они хороши либо там, либо на какой-то другой карте. На Паттоне нет. Он и там может себя показать, и там. Возможно, мое мнение субъективно, потому что у меня такие хорошие впечатления об этом танке. Возможно, данный танк подойдет не всем. Но вы видите, вы видите статистику, то, что данный танк наравне с 430У. То есть они занимают вместе второе место. Ну и как бы про 430У все знают, все расхваливают его. Все знают, что такое классный танк. А про Паттона как бы, ну, есть инфа, но никто вот так в открытую прям постоянно не говорит, что Паттон хороший танк. Для меня, для меня официально М48 Паттон самый любимый СТ в игре. Неслыханно, негаданно, но вот так получилось. И я очень, это Мурат, и я хотел бы с вами поделиться своими ощущениями, что я вот пережил игра на этом танке. Ну, в игре я имею ввиду. Я абсолютно, ну, как бы одобряю данную машину и советую к вам прокачки. Единственный танк, который мне из ветки не понравился, это Першинг. Т20, М46 Паттон, хорошие танки. Хорошие, но вот на Першинге у меня как-то не зашло. Хотя статистика вроде не самая и низкая. Все, ребят, на сегодня у меня все. Большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Прожмите лайк этому видео, либо дизлайк, если не согласны. Ну и комментируйте. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова